Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Кристины Алексеева. Сегодня поговорим о важном, о нашем здоровье, а именно о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Каких успехов удалось добиться в 2022 году и что планируется на этот год, узнаем у наших гостей. В студии Наталья Рубанова, начальник отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Ставропольского края и Ирина Фаянс, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Ставропольского края. Наталья Андреевна, Ирина Владиславовна, здравствуйте! Начнем со вступления. У нас в крае реализуется проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Сколько реализуется? И является он частью национального проекта здравоохранения. В чем его главная цель? С 2019 года у нас идет реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта здравоохранения. Проект у нас реализуется с 2019 года по 2024 год. И основная цель проекта – это увеличить продолжительность жизни, снизить смертность от болезни системы кровообращения, от факторов риска их развития, потому что болезни системы кровообращения в структуре смертности занимают у нас лидирующие позиции. В рамках проекта у нас принята региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Также второе направление – это оснащение и доснащение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров наших медицинских организаций. И с 2020 года в рамках проекта реализуется направление по бесплатному лекарственному обеспечению пациентов с болезнью системы кровообращения, которые перенесли острый инсульт, острый инфаркт миокарда и кардиохирургические вмешательства. Сколько, какие сроки реализации и будут ли их увеличивать? Сроки реализации с 2019 по 2024 год. Пока о сроках продвижения не стоит вопрос. Как в целом себя проект показал за те годы, сколько он уже действует, 2019 года? Мы уже все увидели, по нашему проекту уже увидели все положительное. Это, во-первых, наши медицинские организации, на базе которых имеется региональные сосудистые центры, первичное сосудистое отделение, они получили медицинское оборудование, в том числе тяжелое, это и ангиограф, и компьютерные томографы, магниторезонансные томографы, УЗИ-аппараты экспертного класса. Также наши медицинские организации получают и реализационное оборудование в рамках этого проекта. В том числе, например, та же наша краевая больница получила, наша третья городская клиническая больница и все другие наши медицинские организации. Какие особенности вообще еще были в 2022 году? Ну, в 2022 году хочется отметить, что реализация проекта, она шла, в общем-то, по плану. Все, что было запланировано, все было сделано. И в 2022 году, вот что, на наш взгляд, в общем-то, очень важно, на самом деле, что в льготном лекарственном обеспечении произошли некоторые изменения в положительную сторону. Это в виде того, что перечень лекарственных препаратов, которые бесплатно получают наши препараты, был значительно увеличен. И значительно увеличен и пополнился такими препаратами, которые позволяют действительно реально повлиять на продолжительность жизни пациентов самой высокой группы риска. То есть пациентов, перенесших инсульты, инфаркты, кардиохирургические вмешательства. И, конечно, вот такое изменение в 2022 году, которое произошло в грудном лекарственном обеспечении, оно однозначно скажется, в свою очередь, в снижении смертности, в увеличении продолжительности жизни наших людей. А что со статистикой вообще заболеваний? Сердечно-сосудистых у нас в крае, если брать 2019 года, как-то меняется? Становится ли больше тех, кто обнаруживает какие-то заболевания? Если мы проследим динамику по заболеваемости с 2019 года по 2022 год, то, что касается сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваемость увеличивается. Но это вовсе неплохой показатель. Потому что увеличение заболеваемости свидетельствует в целом не о том, что больше стало этих болезней, а свидетельствует о том, что их стали чаще и лучше выявлять. И выявлять в том числе на ранних стадиях. Что позволяет вовремя начинать лечение и не доводить, скажем так, ситуацию до критической, до развития жизнеугрожающих состояний, которые могут привести к летальному исходу. Поэтому эта тенденция, она очень хорошая. Очень большой вклад в это внесло не только проект вот этот, но и активная диспансеризация населения. То есть более активная работа все-таки первичного звена в этом направлении. А вот в отношении смертности тоже очень хорошая положительная динамика. Единственное, что те годы 20-е и 21-е, когда пандемия COVID-19 была в самом разгаре, конечно, тогда показатели смертности от болезни системы кровообращения, они стали несколько выше, чем в 2019 году. Это и понятно, потому что COVID-19, к сожалению, наиболее тяжело протекает именно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И именно поэтому в этой группе пациентов, у которых есть сердечно-сосудистые болезни и случилось вот это инфекционное заболевание, вот эта новая коронавирусная инфекция, вот там, конечно, чаще и летальные исходы были. Но если мы будем сравнивать показатели 2022 года, когда сейчас уже практически, в общем-то, летальности от COVID-19, она минимальная, вот, и будем сравнивать с 2019 годом, то смертность от болезни системы кровообращения в Ставропольском крае значительно снизилась. И в целом, и от отдельных нозологических групп, от инфарктов, от инсультов. И хочется отметить еще то, что показатель смертности в Ставропольском крае, он несколько ниже, чем в Российской Федерации в целом, по результатам, вот, по показателям 2022 года. Что тоже не может нас, в общем, не радовать. Я думаю, что это, да, как отдельный предмет для гордости, то есть, что мы занимаем определенное хорошее место по сравнению с другими субъектами. А в целом, какие были сложности, как их удалось решать в 2022 году? Ну, больших сложностей реализации проектов не было. Все шло по намеченному плану. Все укладывались, все мероприятия укладывались в наши намеченные сроки. Поэтому больших сложностей не было. А какие мероприятия конкретно проводятся? Какие-то профилактические, может быть? Такие, чтобы рассказать, что это за заболевание, что это за заболевание, что с ними нужно делать? Потому что где-то не хватает именно информационных данных каких-то просто... Как я уже сказала, что у нас именно в рамках проекта, первое мероприятие, это принятие региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И как раз эта программа, она направлена на информационную составляющую. Это работа и с населением. Это выпуск листовок. Также это работа с нашими медицинским, нашим персоналом. Непосредственно обучающие семинары проведения с работниками. И также в рамках этой программы у нас идут профилактические мероприятия. Как уже сказала Ирина Владиславовна, что сам наш проект связан с другими проектами, в том числе и с проведением диспансеризации прохмероприятий, которые также направлены на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. И в ходе проведения той же диспансеризации, в ходе проведения углубленной диспансеризации, которая проводится пациентам, принесшим коронавирусную инфекцию, при выявлении факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний или при выявлении болезни и макрообращения, это пациенты при необходимости дальше обследуются, берутся на диспансерное наблюдение. И дальше уже наблюдаются эти пациенты, что это тоже способствует и снижению смертности, и увеличению продолжительности жизни населения Старопольского края. То есть одна из таких главных целей – это все-таки показать населению, рассказать о том, что нужно проходить диспансеризацию, нужно обращаться к врачу. И самое главное – не только лечить уже те заболевания, которые есть, о них знают, какая-то определенная стадия, но и помочь тем, кто, возможно, даже не знает о том, что у них есть. Безусловно. И вот этот проект наш региональный, он предусматривает действительно очень большое количество мероприятий, которые направлены на то, чтобы наше население все-таки формировался у людей здоровый образ жизни. Чтобы не только, скажем так, за свое здоровье, каждый человек понимал свою ответственность за сохранение своего здоровья и понимал, что он может и что он должен делать для того, чтобы как можно дольше оставаться здоровым, чтобы как можно дольше прожить с хорошим качеством жизни. Кроме этого, очень большое количество мероприятий со средствами массовой информации, то есть это вот и телевидение, и радио, большое количество аудио, видеороликов. Это идет социальная реклама у нас на наших каналах местного телевидения, которая посвящена первым признакам серьезных сердечно-засудистых заболеваний. Чтобы люди понимали, что если что-то вдруг появилось тревожное в их состоянии или в состоянии их близких, и какие симптомы являются тревожными, чтобы сразу вызывали скорую медицинскую помощь, потому что от того, как быстро начнется оказание медицинской помощи, в значительной мере зависит в дальнейшем и жизнь, и состояние здоровья человека, с которым вот это заболевание случилось. Наталья Андреевна, Вы начали говорить о специалистах, о том, чтобы помогать как-то переобучиться, дополнительные знания. Что делается действительно в этом направлении? Нужно ли постоянно специалистам этой сферы обновлять знания? Конечно, нужно. Как я уже сказала, наш проект также взаимосвязан с другими проектами. Украина у нас реализуется проект по кадровой составляющей, и как раз он тоже направлен на устранение дефицита врачей кардиологического профиля и обучение врачей первичного звена, как раз и выявлению заболеваний, и ведению пациентов с болезнями системы кровообращения. Вот слово о проектах. Действительно у нас получается, что все такие более известные наши региональные проекты и диспансеризации, и здоровье, они все в любом случае связаны. Даже тот же выезд мобильных бригад, он, опять-таки, наверняка и там выявляют на каких-то ранних стадиях. Конечно, конечно. Все это важно. Как удается реализовывать это все вкупе? Как общий процесс проходит между собой, как разные программы коррелируют? Во-первых, у нас имеется руководитель проекта, это руководитель всех проектов, это наш министр. Имеется координатор проекта, и идет взаимосвязь, плюс у нас образован специально проектный офис, и идет взаимосвязь между всеми проектами. И, например, как вы уже сказали, наш региональный проект «За здоровье», это связан с выездами, выявили пациентов, кому-то уже сразу провели диспансеризацию, это уже идет мероприятие проекта «Иболезнодисменты, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», и проекта по оказанию первичной медико-санитарной помощи. И в целом они все у нас связаны между собой. А какие наши медицинские учреждения участвуют в программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»? Ну, на самом деле, в этом проекте участвуют практически все медицинские организации, потому что ведь оказание медицинской помощи – это не только высокоспециализированная медицинская помощь, и стационарная. Это, безусловно, в первую очередь работа первичного звена. Потому что лечение уже серьезных каких-то осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, это задача стационарного этапа лечения. Вот здесь как раз оказывается высокотехнологичная специализированная медицинская помощь. Но основная масса пациентов с болезнями системы кровообращения, они, конечно же, наблюдаются по месту жительства. Они наблюдаются у терапевтов по месту жительства, у кардиологов, у врачей общей практики. Поэтому нет ни одного лечебного учреждения, на самом деле, которое бы не занималось лечением больных в той или иной мере сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, конечно же, все лечебные учреждения принимают участие в проекте, но в соответствии с теми задачами, которые стоят перед каждым лечебным учреждением. Ну, единственное, наверное, добавлю, единственное, только те у нас медицинские организации, которые имеют первичное сосудистое отделение, региональные сосудистые центры, они еще получают и оборудование. А что с оборудованием? Вначале вы сказали какие-то такие очень интересные, интересное техническое оснащение. Хватает ли его? Есть ли сейчас еще в планах покупка какого-то нового оборудования? Да, у нас же проект продолжается, и у нас распределены медицинские организации по оснащению в 2022 году, в 2023 году и в 2024 году. В 2022 году у нас проведено дооснащение Старопольской краевой клинической больницы, городской клинической больницы города Пятигорска. Как раз и там, и там у нас имеются региональные сосудистые центры. И также у нас по оснащению оборудованием участвовала и городская больница номер 3 города Старополя в 2022 году. В 2023 году у нас участвуют в оснащении, при оснащении медицинским оборудованием Петровская районная больница и городская клиническая больница номер 3 города Старополя. А если подробнее о лекарственном обеспечении, все-таки хватает ли у нас необходимых лекарств в этой области? Можно ли получить льготно? Как? Вот эта программа на самом деле лекарственного обеспечения, она совершенно уникальная. Такой программы не было никогда, потому что пациенты, которые перенесли тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, на амбулаторном этапе лечения большая часть из них им приходилось покупать препараты за свой счет. А те препараты, тот перечень препаратов, которые им необходим, особенно в самые, скажем так, уязвимые, в самые опасные первые два года после перенесенного такого серьезного заболевания или хирургического вмешательства, когда может случиться какое-то осложнение, может случиться повторный инфаркт или инсульт. Вот эти самые уязвимые первые два года, они, конечно, особенно требуют большого внимания и обязательно требуют того, чтобы пациент неукоснительно принимал все препараты, которые ему были рекомендованы при выписке из стационара. Но поскольку препаратов для того, чтобы не возникало осложнений и для того, чтобы этот пациент действительно не случилось с ним повторной вот этой ситуации, чтобы не случилось летального исхода, который, к сожалению, тоже не исключены, в том числе уже и после выписки из стационара, перечень этих препаратов, необходимых для постоянного приема, жизненно необходимых, он достаточно большой, он включает в себя минимум 5 составляющих, а зачастую гораздо больше. И вы понимаете, что достаточно много пациентов просто, ну, из финансовых соображений зачастую просто не в состоянии были приобретать эти препараты, потому что бесплатно выдавались эти препараты только тем пациентам, у которых была установлена группа инвалидности. И они по дополнительному лекарственному обеспечению, опять же, если они не отказались от пакета этих социальных услуг, да, потому что многие люди отказываются от пакета и получают денежную компенсацию, да, и потом должны приобретать сами эти препараты. Но на самом деле стоимость этих препаратов, лечения на месяц, она очень значительная, и поэтому вот особенно те пациенты, которые не имеют группы инвалидности, они у нас, конечно, оставались в группе самого высокого риска. И сейчас есть возможность получения совершенно бесплатно всех препаратов, которые рекомендованы были в стационаре в течение двух лет этим пациентам. Причем повышает значительно приверженность к приему препаратов еще то, что доктора на амбулаторном этапе могут на приеме сразу выписать препараты не на месяц, а на три месяца и даже на шесть месяцев. И, естественно, когда пациенту выписывается препарат на месяц, ему надо через месяц прийти снова, он через месяц пришел, через два месяца пришел, а потом лень, а потом забыл, и вот эта связь, она может потеряться. Но если пациент получает уже на полгода препараты, он, конечно, будет наверняка их принимать, и через полгода придет снова за лекарственными препаратами. Лекарственные препараты перечень включает, как я уже сказала, абсолютно все, что необходимо вот этой группе пациентов в первые два года после перенесенных серьезных заболеваний и хирургических вмешательств. Вот. Недостатка в этих препаратах нет, потому что те средства, которые выделяются нашим государством, они полностью покрывают все эти расходы, вот, поэтому недостатка в препаратах нет совершенно. А что касается медицинской реабилитации после перенесенных заболеваний, как налажен процесс этот? Организована медицинская реабилитация. В тех уже медицинских организациях, где пациенты лечатся по поводу инсульта и инфаркта, они проходят первые этапы. И реабилитация начинается уже, находясь в пациенте, находится реанимация, уже он проходит реабилитационные мероприятия. И вот как раз наши медицинские организации, где имеются первичные сосудистые отделения, региональные сосудистые центры, которые получают оборудование, они получают в том числе и реабилитационное оборудование. На второй этап реабилитации у нас функционирует краевой реабилитационный центр или есть отделение реабилитации на базе третьей городской больницы. При необходимости пациенты переводятся на второй этап медицинской реабилитации с койки на койку. И сейчас очень широкое развитие получает амбулаторная реабилитация. И как раз у нас, если брать город Ставрополь, на базе многопрофильного центра имеется отделение амбулаторной медицинской реабилитации. И доступна она всем? Всем, конечно, при необходимости. Получается, что в лекарствах нет дефицита, реабилитация доступна, лечение доступно. Как проходит процесс обращения, как бы за помощью обращаются в больницу, и все дальше с лечащим врачом это все проходит спокойно. Те, кто проживает в отдаленных районах, как они могут приезжать к специалистам, которые находятся далеко? Значит, если речь идет о пациентах, у которых нет острой ситуации, то пациенты, например, проживающие в удаленных районах, есть два варианта. То есть либо пациент обращается к своему врачу по месту жительства. В любом случае, во всех удаленных районах у нас есть врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. То есть приближена все равно первичная помощь у нас к населению непосредственно. И врач по месту жительства, если есть необходимость в дообследовании и в консультации кардиолога, дает направление на консультацию к специалисту-кардиологу. Ну, конечно, к специалисту-кардиологу нужно поехать в районную больницу. Если в районной больнице нет специалиста-кардиолога, то, да, есть у нас такие районы, к сожалению, пока еще есть, вот, то тогда направление дается в другую районную больницу, с которой заключены договора, которые являются, ну-ка, скажем так, межрайонным центром. Вот, значит, специалист-кардиолог либо в районной больнице по месту жительства, либо в межрайонном центре пациента осматривает, назначает при необходимости какие-то дополнительные обследования. И в дальнейшем уже принимается решение о том, необходима ли этому пациенту высокотехнологичная медицинская помощь в плановом порядке. Если действительно она необходима, то этого пациента направляют на консультацию в краевой клинический кардиологический центр и в краевую клиническую больницу, но не в больницу, а в консультативную поликлинику. Вот, и дальше там уже абсолютно точно определяются в отношении необходимости высокотехнологичной помощи, если она нужна. Пациенту ставят на очередь, вот, и приглашают затем уже на госпитализацию для того, чтобы уже выполнить те высокотехнологичные вмешательства, которые необходимы. Если пациенту нет необходимости выполнения вмешательств, нужно только консервативное лечение, то с рекомендациями кардиологу он возвращается домой и под наблюдением врача по месту жительства выполняет все эти рекомендации. Если в процессе лечения у доктора по месту жительства возникают какие-либо вопросы, ну, необходимость коррекции терапии, там, или, может быть, какие-то добавились новые симптомы, что-то необходимо еще дообследовать, он снова может направить на консультацию к кардиологу. То есть, вот таким образом это происходит. И второй еще, скажем так, момент, который, то есть, что, как еще можно, как может еще попасть на прием кардиологу из удаленного района, это выездные бригады. Ну, во-первых, очень часто выездные бригады в своем составе имеют кардиологов-врачей, но если даже нет врача-кардиолога, приезжает врач-терапевт, и если он выявляет необходимость проконсультировать кардиологу, кардиологу он дает направление в таком случае. Если случается какая-то экстренная ситуация, то здесь, конечно, срочный вызов скорой медицинской помощи. Скорая медицинская помощь очень точно знает, у нас есть очень четко прописанная маршрутизация в случае развития инфарктов, инсультов или состояний, которые подозрительны на эти серьезные заболевания, куда и в какие лечебные учреждения, в каких случаях скорая помощь должна немедленно госпитализировать этих пациентов. Ну, здесь вообще каких затруднений, в общем-то, и не происходит. Да, все понятно. Спасибо за ответ. Сейчас у нас еще набирает развитие телемедицина, когда врачи первичного звена, именно как раз сельских отдаленных районов, могут получить телемедицинскую консультацию у врачей кардиоцентра, у врачей краевой больницы. И не надо пациенту ехать, как раз уже будет получена телемедицинская консультация. Какие планы на 2023 год? То, что касается оборудования, в 2023 году у нас участвуют в реализации проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это Петровская районная больница и городская больница номер 3, которые получают как и тяжелое оборудование, так и революционное оборудование. А все остальные мероприятия, они также будут у нас продолжать реализовываться. Это и профилактические мероприятия, и улучшение кадровой составляющей, и проведение диспансеризации. Ну и сейчас еще самое главное – это взятие на диспансер наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения. И у нас в рамках регионального проекта, и даже введен специальный показатель, это диспансерное наблюдение пациентов с болезнями системы кровообращения. – То есть планы, как всегда, грандиозные, все нужно сделать и добиться даже лучших успехов, чем в 2022 году. Получается, 2023 год, он такой предпоследний пока, да, в рамках программы. А значит, если оценивать, вот допустим, 2022 год, все ли реализовали то, что должны были реализовать? – Да, 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 все реализовали. – То есть всегда все основные мероприятия были реализованы. – Как вообще обратную связь получаете по проекту от тех, кто лечится, проходит, как-то выходит на новый уровень, пишут, звонят как-то, может быть, министерство конкретно в больницах оставляет как-то свои отзывы? – Ну, во-первых, и связь напрямую идет и с пациентами, потому что количество звонков, вот именно по лекарственному испечению пациентов с БСК, сейчас гораздо уменьшилось. Если это был определенный период, когда поступало много обращений, то сейчас этих обращений не поступает. Поступают даже благодарности некоторым пациентам, что там вызвали на диспансеризацию, потому что нам помогают в этом еще и страховые поверенные. Это тоже играет роль, когда пациента позвонили, пригласили на диспансеризацию, он пришел, прошел диспансеризацию, взяли на диспансер наблюдения. Или пациент выпить со стационара, сразу уже взаимосвязь идет с стационара с поликлиникой, пациент получает лекарственные препараты, тоже мы видим эти эффекты. Ну и плюс сами проекты, они же у нас имеют тоже свои целевые показатели, и мы же тоже смотрим как раз реализацию проекта по достижению наших целевых показателей. Все понятно, спасибо большое за то, что пришли в нашу студию, за визит, за интересную, нужную, важную информацию. Мы желаем вам успеха в 2023 году в реализации программ, всем пациентам, чтобы поскорее выздоровели, вылечились, вышли на новый этап, и до встречи с новыми результатами у нас в студии. Спасибо. Сегодня поговорили о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». У нас в гостях были Наталья Рубанова, начальник отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Ставропольского края, и Ирина Фаянс, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Ставропольского края. Вы смотрели актуальное интервью. С вами была я, Кристина Алексеева. Берегите свое здоровье, не переключайтесь и оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова